Добрый вечер в студии Инна Томильна. Сегодня 4 октября, воскресенье. И мои коллеги-корреспонденты ОРТ «Планета» готовы подвести итоги недели. Когда жилище сгорает, как спичечный домик. Кто поможет не остаться на пепелище? Детей нет, диагноз есть. Как зарабатывают на чужом горе. Люди сами попадаются на эти ловки мошенников, потому что хотят подешевле и побыстрее. Полис есть, страховки нет. Кто поможет владельцу липового ОСАГО в случае реального ДТП? Мне 68 лет. Я себя чувствую не на 68 лет. Они молоды душой и им совершенно некогда стареть. После выхода на пенсию жизнь только начинается. Платить я не могу. Надо 100, 200, 300 лет прожить, в какую кабалу мы попали. Панацея от кредитов или очередная мышеловка. Закон о банкротстве вступил в силу. Многие россияне с нетерпением ждали 1 октября. С этого дня вступает в силу закон о банкротстве физических лиц. Те, у кого неподъемные долги перед кредиторами, надеются, что теперь они смогут вздохнуть свободнее. Так ли это на самом деле? И что это за бесплатный сыр, который лежит все-таки в мышеловке? В плюсах и минусах нового закона разбиралась Алина Эльбукаева. Красивая жизнь словно с обложки. Дорогие машины, путешествия, роскошный ремонт. И, как правило, за всем этим шиком стоят огромные кредиты. Всего за пару минут можно стать обладателем целого состояния. А потом, как в сказке, карета превращается в тыкву, и человек один на один остается со своими проблемами. Платить я не могу. Это надо 100, 200, 300 лет прожить, в какую кабалу мы попали. Здесь уже дальше думаешь, как жить вот так. 38 лет стаж и 5500 пенсий. Да. Как жить дальше? Пенсионерка сама обратилась к нам в редакцию. Несколько месяцев назад мы уже рассказывали ее историю. Ежемесячный платеж – 130 тысяч рублей, пенсия – 5. Постоянные атаки коллекторов, а в результате – больница и нервный срыв. Пенсионерка боится выйти даже за хлебом. Я была частным предпринимателем, упала в торговлю. Товаров, 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 денег не хватало. Каждый год продляли кредиты, с карточки на карточку. Ну, проценты нам накручивались. Нам несколько жизней не хватит, чтобы рассчитаться. Единственный выход – признать себя банкротом. Пенсионерка будет одна из первых, кто сватится за это спасательный круг. Женщина уже собирает документы. Но не стоит надеяться на чудо. Долги в один миг не исчезнут. В 2014-м банки подсчитали убытки. Россияне должны более 10 триллионов рублей. Это получается, что каждый из нас, включая младенцев, занял примерно 70 тысяч в отечественной валюте. По закону, в первую очередь, будут рассматриваться дела, направленные на то, чтобы реструктуризировать долг. Найти способы его возвращения, но никак не способы его списания. Самое многое, на что мы можем надеяться, на списание – не больше одной и третьей части. Закон о банкротстве не нов. Он уже действует для банков и юридических лиц. А для простых заемщиков начал работать с 1 октября. Для сравнения, в Европе он появился в прошлом веке, а в США – в конце 19-го. Однако, по оценкам специалистов, российский закон о банкротстве самый лояльный и больше защищает людей, чем банки. Правда, если копнуть глубже, становится ясно. Доказать, что ты намели – совсем непросто. У него должна быть задолженность или обязательство, не исполненное, в размере 500 тысяч рублей. У нас должник должен данные требования не исполнять в течение трех месяцев. Это второй момент. То есть это покажет его неплатежеспособность. После нужно собрать документы. Главное – сведения о доходах, опись имущества и сумма долга. Как правило, люди обращаются к юристам, а они направляют документы в арбитражный суд. И тут два варианта развития. Либо ваш долг реструктуризируют, и сумма будет расписана на более длительный срок. Либо вы банкрот. Банки описывают ваше имущество, продают его, часть суммы погашают, а остаток списывается. Но бесплатный сыр только в мышеловке. За все придется платить. Пусть и не деньгами. Тень должника будет рядом с банкротом еще пять лет. Под запретом на это время останутся руководящие должности и, само собой, новые кредиты. А мечта о красивой жизни так и останется мечтой. Алина Лебукаева, Оксана Боричева, Игорь Бюроев, Виктор Яковлев, Роман Боричев. Итоги недели. Возраст человека. Чем его определить? Датой рождения в паспорте или состоянием души? На этой неделе вся мировая общественность отметила Международный день пожилого человека. Мы стали свидетелями различных фестивалей, конференций и благотворительных акций, главная цель которых – защитить права стариков. Но герои нашего материала в своем преклонном возрасте сами могут постоять за себя. Сильные духом, наполненные любовью к жизни, они – пример для подражания и источник вдохновения для окружающих. О тех, для кого старость – в радость, расскажет Алена Блечь. Почти каждое утро Владимир Антонович выгоняет свой квадроцикл из гаража. Диковинную технику освоил полтора года назад и в свои 90-е уверенно ей управляет. Выезжает в лес за грибами, на рыбалку, да и просто прогуляться по поселку. Признается, любит природу и старается чаще бывать на свежем воздухе. Поэтому квадроцикл стал лучшим другом и главным помощником. У меня была машина, а сейчас к машине большие требования, серьезно подходят. А этот у меня, он малосильный, он запрещено, на нем ездить по магистральным улицам и по главным улицам. Так что я вышел из положения. Еще один железный друг выезжает из гаража исключительно зимой. На снегоходе Владимир Антонович ездит на зимнюю рыбалку. Руль пенсионер не выпускает из рук круглый год. Это страсть всей его жизни, которая берет начало еще со времен войны. На войне он был военным фронтовой водителем. Служил он в ставке Верховного главнокомандования. То есть их задача составляла в том, что они возили грузы, готовили наступление. Так и проработал всю жизнь шофером. И даже в 90 лет уверенно держит баранку автомобиля в руках. Своему любимому делу уже на протяжении 60 лет предана имя Нургизиатовна Ишмухаметова. Пряжу и спицы она впервые взяла в руки в 4 года. Вязать узорные платки из тончайшего козьего пуха ее учили мама и бабушка. Для семьи на то время это был главный источник дохода. Вот первый класс. Перед тем, как идти, я связала 7 паутинок. И вот мама продала эти платки мои и привезла мне шерстяную фабричную форму. Коричневую и черную шерстяную фартук. Свою жизнь пуховязанию имя Нургизиатовна посвятила не сразу. 15 лет проработала в колхозе секретарем-машинисткой. Потом перешла в пухопроизводство. И только выйдя на пенсию, признается мастерица, начала исполнять свои мечты. Рядовые платки сменились на тематические изделия. В 95-м году я сделала первый платок музейный, посвященный 50-летию Великой Победы. Она не получала художественное образование, не заканчивала курсы. Свои произведения искусства она создает практически на ощупь, от души. Я изучаю этот рисунок, а потом уже соображаю, как я могу изобразить на платке. Тогда уже я начинаю расчет делать, сколько у меня места на платке, сколько петел. И вот несколько раз приходится это все изображать на бумаге. А когда уже я убеждена, что все правильно получается, что все без ошибок, тогда уже перевозят. Таких людей язык не поворачивается называть стариками. После выхода на пенсию жизнь только начинается. Любимое хобби обретает особый смысл, а времени считать свои болячки просто нет. Это еще раз доказывает, что активный образ жизни – это залог простого человеческого счастья и секрет долголетия. Мне 68 лет. Я себя чувствую не на 68 лет. Я постоянно на рыбалку хожу, на велосипеде езжу. И хотя, в общем-то, я получил инфаркт, но однако я чувствую себя прекрасно. Марат Кашапович – постоянный участник уже ставшей традиционной спартакиады спортивное долголетие. Каждый год он приезжает на соревнования исключительно за победой. И таких, как он, несколько сотен пенсионеров со всего Оренбуржья. И каждый готов дать фору молодому поколению. Они общаются, встречаются, заряжаются определенным таким вот хорошим настроем. Не хандрят, не жалуются, а просто работают над собой, работают над своим здоровьем. Они молоды душой и им совершенно некогда стареть. Они пример для своих внуков. Каждый день они доказывают, что возраст – это не приговор. И даже в 90 лет можно жить так, чтобы окружающие тебе завидовали. Алена Блещ, Виктор Яковлев, Роман Боричев и Семен Воробьев. Итоги недели. Напомню, мы подводим итоги недели и далее в программе. Когда жилище сгорает, как спичечный домик. Кто поможет не остаться на пепелище? Сколько тебе нужно было? Леви спальни. Детей нет, диагноз есть. Как зарабатывают на чужом горе. Люди сами попадаются на эти ловки мошенников, потому что хотят подешевле и побыстрее. Полис есть, страховки нет. Кто поможет владельцу липового ОСАГО в случае реального ДТП? Мошенничество процветает. Доверчивость оренбуржцев, а подчас и желание получить услуги на халяву, приводит к плачевным последствиям. Преступники работают дистанционно, через сообщения в социальных сетях или СМС. Но деньги им несут рядовые граждане буквально в руки. Областной центр в последнее время захлестнула волна нарушений в сфере автострахования. Можно ли еще на этапе оформления понять, что полис ОСАГО просто бумажка, которая не имеет никакой законной силы? А главное, чем чревата такая подмена? Ответы на эти вопросы попыталась найти Анна Втюрина. Сводки автомобильных аварий на дорогах не перестают напоминать военные. Количество жертв растет, размер ущерба измеряется сотнями тысяч. Бесценная помощь в этом случае – автострахование. Только вот в последнее время в обороте все чаще обнаруживаются поддельные страховые полисы. Интернет-сайты заполонили объявление о том, как можно быстро и дешево застраховаться. Спам-рассылки приходят даже на мобильные телефоны. Мы попробовали позвонить по одному из таких номеров. То есть о том, что выплат не будет, предупреждают заранее. Только вот этот факт останавливает не всех. Ведь управлять автомобилем без полиса ОСАГО в России запрещено. Чтобы избежать штрафа, автовладельцы порой идут на подлог вполне сознательно. В принципе, люди сами попадаются на эти ловки мошенников, потому что хотят подешевле и побыстрее. Если, допустим, приходит смс сделать полис ОСАГО за полторы тысячи, их людей это заманивает, потому что на самом деле полиса стоит где-то от 20 тысяч. И в случае ЧП, то есть людям никто не поможет, потому что полиса ОСАГО окажутся фальшивыми. Если одни автовладельцы сознательно идут в обход закона и приобретают фальшивый полис, чтобы обезопасить себя от штрафов, то некоторые становятся жертвами мошенников, сами того не подозревая, когда приобретают полис у нечистых на руку страховых агентов. И тогда факт подделки раскрывается лишь в случае дорожно-транспортного происшествия. Естественно, надо обращаться в Следственный комитет, писать заявление и разбираться, кто их обманул. Если они только найдут этих людей, кто им продал. Оригинал от подделки ничем не отличается. Ни цветом, ни магнитной лентой. Они дублируют уже проданные полисами. Факт подмены можно выяснить, обратившись в Российский СССР через интернет, набрать этот номер полиса на специальном сайте, и там будет видно, что эта машина уже другая ездит по этому полису или это нормальный полис. А значит, бдительность самих автовладельцев и есть главное оружие в борьбе с мошенничеством. Не доверяйте сомнительным страховым агентам, которые есть повсюду на авторынках или прямо на дорогах. Если вы все-таки обнаружили подлог до наступления страхового случая, специалисты рекомендуют приобрести другой полис. С фиктивным документом следует обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела. Если подделка раскроется во время проверки на дороге, то, во-первых, вас лишат права управлять автотранспортным средством. Во-вторых, привлекут их к уголовной или административной ответственности. В-третьих, обяжут выплатить штраф. С помощью липового полиса ОСАГО, конечно, можно уйти от штрафа в ГИБДД, только вот гарантирует ли вам эта безопасность на дороге? Но вновь и вновь, садясь за руль, нельзя забывать, что риск попасть в реальный ДТП есть всегда. И вот тогда дешевый полис может обойтись слишком дорого. Анна Втюрина, Владислав Горбунов, Георгий Бурлуцкий. Итоги недели. И в продолжение темы «Помощь больным детям». Этот лозунг уже не первый год позволяет мошенникам манипулировать чувствами и финансами оренбуржцев. Искреннее желание помочь сидящему в переходах или у магазинов зачастую превращается в фарс. На этой неделе даже министр соцразвития области Татьяна Самохина посетовала журналистам о личном горьком опыте общения с псевдонуждающимися. Как и сколько зарабатывают лжеродители на болезнях чужих детей в материале Анастасии Матвеевой. Денежки на что потратили? На проживание. Токропка Радха рассказывает о том, как наживалась на искреннем желании помочь больным детям. Диагноз ее вымышленного ребенка – ЦНС. Лжемать призналась – сама не знает, что он означает. Да и зачем вникать, если и так страшный приговор ребенку действует. Всего за пару часов попрошайничества девушка собирала больше двух тысяч рублей. Причем до места заработка добиралась на такси. Люди добрые, помогите, пожалуйста, моей дочке. С этой папкой гражданка Молдова ходила по городу Оренбургу и собирала с оренбуржцев деньги. Конечно же, девочка на фотографии даже ее дальней родственницей не является. На другой странице новая версия. На этот раз деньги просят на операцию племянницы. Новый диагноз. А вот фотография девочки оставалась той же самой. Человек с подобной табличкой в руках – картина не новая. После того, как общественность и правоохранители заинтересовались новым способом заработать, с улиц попрошайки чудесным образом исчезли. На улице Жукова возле магазина «Магнит» все лето сидел парень в инвалидном кресле с фото ребенка. У парня, видать, смена закончилась. За ним приехал мужчина на «Шевроле Круз». Парень встал и сам дошел до машины, а мужчину загрузил кресло в багажник. Министр социального развития области Татьяна Самохина сама не смогла пройти мимо такого нуждающегося. У меня заместитель министра представилась, показала свое удостоверение, пригласила пройти в министерство для того, чтобы разобраться и помочь ребенку. Этот человек тут же испарился. И этот случай, который нас подтолкнул написать такое письмо в ВВД, был не единичен. Интересный факт. От граждан в областное УМВД на попрошаек не поступило ни одного заявления. О проблеме говорят, пишут в интернете, а вот пожаловаться правоохранителям – недосуг. С проблемой нужно бороться всем вместе, так считают и в фондах, которые действительно помогают больным детям. Что касается вот таких вот экстренных случаев, как порог, онкология, диабет, ожоги, у нас очень активно работают службы именно медицинские. Министерство здравоохранения и больницы, они все оперативно работают. Если вдруг там, когда нужна помощь именно в лекарствах, то есть это лекарство, например, нельзя получить в России, а только за рубежом, они обращаются вот к нам в фонды. Не бойся, иди с детишками поиграй. Я болею. А пойдем вместе, пойдем? Страшный диагноз – спинозно-мышечная атрофея Алине поставили в полтора года. Как правило, люди с такой болезнью прикованы к инвалидному креслу. Малышка с трудом пробегает несколько метров. Болезнь прогрессирует. Каждый шаг для ребенка – борьба. Эта Алина спустя почти три месяца. После реабилитации ее трудно удержать на месте. Деньги на ее лечение перечислили неравнодушные люди, которые на мгновение стали для чужой девочки самыми близкими. Дима Зайчиков, Юля Кимакина и еще сотни детей нуждаются в дорогостоящем лечении. Фотографии этих детей используют мошенники для корыстных целей. Злополучную папку с фотографией чужого ребенка Радхи дали добродетели и превратили в бизнес чью-то боль. Анастасия Матвеева, Владислав Горбунов и Семен Воробьев. Итоги недели. И к другим темам. На минувшей неделе в самом центре Оренбурга пожар уничтожил многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв, но четыре семьи полностью лишились имущества. Причину возгорания определяют эксперты, но сами же люди не исключают возможность поджога. Как уберечься от всепоглощающего пламени и от кого ждать помощи, если дом уже превратился в пепелище? Тему продолжит моя коллега Анна Солодкина. По словам жильцов, пожар начал уничтожать их дом внезапно. Незадолго до появления первых запахов дыма Галина Тимофеева выходила на улицу и ничто не предвещало беды. Спустя 20 минут пламя охватило фасад и перекинулось на крышу. А выход из горящего здания оказался заблокирован. Когда я разбила сама раму, то есть с другой стороны уже дергали раму какие-то ребята, мне помогали, забрали у меня внука. Потом я выбралась и тут уже был очень сильный пожар, уже все полыхало. У соседки Галины Борисовны внутрь квартиры обрушилась кровля. К счастью, дома в этот момент никого не было. Еще одна жительница сгоревшего здания Ольга Студеникина. Ее квартира на цокольном этаже. Запах дыма туда не дошел. И то, что дом охвачен пламенем, женщина поняла только по крикам соседей. Пожар на набережной оставил после себя разрушенные комнаты в копоте и много вопросов. Почему оказалась заблокированная дверь, если несколько минут жильцы беспрепятственно могли входить и выходить из здания? Кто за пару дней до пожара отравил собаку, охранявшую двор? Отчего в конце концов в считанные секунды вспыхнул дом? Я до этого выходила, убиралась, то есть коврики вытряхала, дома пылесосила. Никаких замыканий, чтобы там проводка как-то мигала. Вообще ничего не было. Вообще. Несколько лет назад соседний дом тоже горел, а потом его жильцы съехали. На месте старого здания воздвигнуто новое. Главная версия произошедшего в этом доме – поджог. Будка вообще находится в противоположной стороне от дома. Но получилось так, что сгорел линолеум, которым была обита будка, и огонь не пошел дальше. То есть стоит просто будка опаленная, и даже листья рядом деревья, ничего не горело. В обстоятельствах пожара теперь разбираются дознаватели. Погорельцы живут в нескольких уцелевших комнатах. Надеются им, по большому счету, не на кого. Квартиры в собственности, но не застрахованы. Ситуация, надо сказать, весьма распространенная. И в таких случаях, как правило, жильцов стараются не оставить на пепелище добровольцы и волонтеры. У нас было три таких семьи, которым оказывалась помощь. Это была, конечно, гуманитарная помощь и, по возможности, психологическая. Временное жилье можно было бы найти. Действительно, помогает кризисный центр, который находится на пойме на 75. Кстати, замечательный центр, который откликается на помощь людям, которые оказались в трудную жизненную ситуацию. И ряд погорельцев, так скажем, они могут остановиться там. Только на помощь неравнодушных надеялись и жильцы двухэтажки в Бугруслане. Их дом оказался охвачен огнем в июне этого года. Тогда ютицы среди обгоревших стен, без света и газа остались 15 семей. Одну пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Дому более 80 лет. Он не числится на балансе ни одной управляющей компании. После случившегося жильцы оббежали все инстанции. Разговор оказался коротким. Вы собственники, вам никто ничего не должен. Но в итоге откликнулись многие. На данный момент крыша восстановлена. Электроснабжение есть, газоснабжение есть. Воду у нас не отключали. Были перечисления частных лиц. Администрация города перечислила на каждую квартиру по 14. В общей сложности 249 900. Для того, чтобы оплатить рабочим восстановительные работы. Именно по возведению кровли. Квартиры и здесь не были застрахованы. Закономерно возникает, но остается без ответа вопрос. Почему? Если сгорает застрахованная квартира, вы гарантированно получаете выплаты. Их должно хватить, чтобы покрыть основные затраты. В страховых компаниях отмечают, что за последние два года обеспокоенных за свое жилище граждан стало больше. Но страхуют в основном новые квартиры, как правило, оформленные в ипотеку. А вот хозяева домов со стажем так и остаются незащищенными от потерь. В Министерстве соцразвития на случай утраты имущества при пожаре тоже предусмотрены выплаты на приобретение предметов первой необходимости. Каков размер этой помощи, решает комиссия. В итоге восстановление жилья все равно ложится на плечи собственника. Для кого-то это непосильная ноша. Единственным выходом могли бы оказаться страховые выплаты. Анна Солодкина, Александр Сергеев, Роман Боричев и Игорь Бероев. Итоги недели. На этой неделе ЗАО «Антипинский НПЗ» отметил достойную дату. 30 сентября исполнилось 9 лет с момента выпуска первой товарной партии нефтепродуктов. В этот день в Тюмени официально отмечается и день рождения предприятия. Главный подарок – завершение строительства и вот в эксплуатацию комплекса кидроочистки дизельного топлива. Он позволит выпускать диз топлива самого высокого стандарта качества – евро-5. Таким образом, завод сможет полностью удовлетворить потребности Тюменской области и всего Уральского федерального округа. Тюменской области столько не нужно, сколько у нас есть. Поэтому мы уже начинаем это поставлять, в том числе на Запад, на европейские заправки. Корабли уже в пути. И швейцарский офис «Ньюстримтрейдинг» наш заводской работает, продает это уже по всем странам Европы и мира. Выпуск бензина «Евро-5» запланирован уже на 2016 год. В самом ближайшем будущем завод начнет производить продукцию еще двух видов – пропанавтомобильный и пропанбутанавтомобильный. В день рождения лучшим сотрудникам предприятия были вручены благодарности Министерства энергетики Российской Федерации, благодарственные письма председателя Тюменской городской думы, а также почетные грамоты руководства НПЗ. Всего награды получил 71 работник. День рождения Антипинского НПЗ – это, конечно, и праздник для всех тех нефтяников, которые сегодня трудятся и будут трудиться на территории Оренбургской области. Поэтому хотелось бы и поздравить всех людей, которые работают на территории Оренбургской области с день рождения завода. Оренбургской области 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 Оренбургской области